МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Рыбное место. Зам. директора главы Рыбвод подозревают в хищении крупные суммы денег. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Орден славы и чести. Одной из высших наград Русской православной церкви удостоился муфтий Дагестана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Развивая животноводство, в селе Сыград Пригуневского района открыта откормочная площадка на полторы тысячи голов. В Дагестане чиновника подозревают в хищении 30 миллионов рублей. Задержан заместитель руководителя Терстокаспийского филиала федерального учреждения Глаб Рыбвод Амар Микаилов. По версии следствия, он похитил деньги, предназначенные для строительства рыбного завода в Бабаюртовском районе. По факту возбуждено уголовное дело. Директора завода Рычалсо обвиняют в неуплате налогов. По версии следствия, за 2016 год директор предприятия не выплатил налоги в размере свыше 171 миллиона рублей. При этом прибыль завода в этот год составила 657 миллионов рублей. Силовики провели обыски на дагестанских заводах Мэйвер и Рычалсо. Расследование дела находится под контролем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Шесть чрезвычайных ситуаций, 19 происшествий на воде, более 150 социально значимых событий и около 3000 техногенных пожаров. Уходящий год был нелегким для спасателей. Итоги деятельности подсистемы МЧС по чрезвычайным ситуациям были подведены накануне. Награждали муниципальные подразделения и лучшие города и районы. На первом месте Хасавюрт, затем Каспийск и Дзербент. Подводя итоги, глава ведомства наметил и основные задачи на следующий год, выполнение которых повысит защищенность населения республики. У нас есть год 30-летие МЧС России. Мы подошли к инициативу, главного управления 30 добрых дел. За 30-летие МЧС России у нас, получается, мы создаем 30 пожарных частей. Это то, что за последние 10 лет. 30 доброй пожарной охраны и 30 спасательных частей. Постов по республике, которым мы должны подойти к 33-м честью России. Муфтию Дагестана вручили Орден Славы и Чести. Соответствующий указ подписал патриарх Кирилл. Это одна из высших наград Русской Православной Церкви. Ее представители прибыли в республику, чтобы лично передать орден духовному лидеру Дагестана. Награждение состоялось в Министерстве по национальной политике и делам религии республики. Помимо этого, гости из Москвы посетили Духовный Центр имени Пророка Иссы. Подробности встречи у Хамза Нурмагамедова. Почетных гостей представители муфтията встретили в Махачкалинском аэропорту. Затем они направились в Духовный Центр. Им показали уже строящиеся здания. Это и великолепная мечеть, муфтият, благотворительный фонд и другие объекты. А с помощью экрана детально рассказали, что будет входить в грандиозный проект. 70% всей территории будет занимать Зелёная Зона. Представители Русской Православной Церкви внесли свой вклад в это доброе дело. Посадили магнолию. Планируется не только как Духовный Центр и Центр нашей жизни, это молитва, обращение к Богу. Но здесь планируется, что это место станет местом притяжения, местом собрания всех людей, которые будут желать здесь проводить свободное время в красивом обрамлении. Это очень здорово. Мы хорошо понимаем значение муфтията Дагестана, самой республики, в палитре российского ислама. И нам кажется, что и остальные со временем поймут, что всё-таки это значит. Что, собственно, Центр ислама-то всё-таки здесь российский находится. Потому что без Дагестана невозможно помыслить российскую ум. Далее состоялось то, для чего они, собственно, и приехали. От имени патриарха Кирилла духовному лидеру мусульман Дагестана вручили орден славы и чести. Это высшая награда Русской Православной Церкви. Его достоились такие личности, как Владимир Путин, Диего Каста, Назарбаев и другие. Награждение проходило Министерство по национальной политике и делам религии республики. Я много слышал таких выражений, что, знаете, есть там российские муфтии, ещё там муфтии. А я знаю, что самый главный муфти в Мурдене Дагестане. Потому что, от вашего мнения, ваш пример, он имеет большое громадное влияние не только на мусульман с всей страны, но и на православных тоже. Мы действительно ценим вашу позицию. Я полагаю, что муфтия Дагестана стал, в общем-то, ключевой силой, которая не позволила Дагестан превратить в Афганистан. Вы скромный человек, и ваши сподвижники очень скромные люди. Но мы знаем, кто действительно основной внёс вклад. Особенно радостно, что награды нашли того человека, который всегда был напередавлен. И 20 лет назад в первых рядах, и потом, когда убивали ваших сподвижников. И радостно, что и президент России отметил ваши заслуги. Муфтия поблагодарил за оказанную честь и высокую оценку его скромным, как он выразился, заслугам. Шех добавил, что добрые отношения к представителям другой религии было заложено ещё пророком Мухаммадом. Мир ему и благословение. Со временем пророка Мир ему, когда у него были такие очень тяжёлые, невозможные, которые невозможно перенести такие тяжёлые дни, он своих сподвижников, самых близких людей, можно сказать, членов своей семьи отправили за помощью царю-христианину. Именно там они получили полную поддержку, помощь, приютили их. Это не всё. И тогда с этой стороны, со стороны мигранцев, туда пошли люди, их просить, требовать обратно. Кое-что даже когда предлагали, тот царь-христианин им ответил, даже за горы золота мы их не даём, и полностью их обеспечили безопасностью. Начало этих отношений оттуда. И то, что патриарх Кирилл оценил, я не могу сказать, мой, оценил наш скромный труд, так высоко наградил, это, я думаю, от этого царя он тоже получил наследство любви к мусульманам, и от пророка, наверное, я тоже получил любое отношение к православным христианам, за что я благодарен Всевышнему. Стороны намерены в дальнейшем тесно сотрудничать во благо общества. А завершилась встреча к коллективным фото на память. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. В селе Сагратль Гунибского района открыта откормочная площадка на полторы тысячи голов. Её площадь составляет две тысячи квадратных метров. Проект будет способствовать развитию экспортного потенциала. В открытии площади принял участие глава Министерства сельского хозяйства Республики Абзагир Гусейнов. Тему продолжит Зумруд Гамидова. С помощью этой новой площадки на предприятии планируют увеличить рентабельность при производстве мяса. Аграрии говорят, что она позволит значительно уменьшить издержки от содержания скота на выгуле и снимет нагрузку с пастбищ. Работа комплекса почти полностью автоматизирована. Животноводы отмечают, что стараются исключить человеческий труд и поэтому следят за новыми технологиями. Идея создания озарела давно, но вопросы были связаны с финансами, затратами по другим направлениям развития. Но тем не менее мы сегодня буквально в течение двух-двух с половиной месяцев этот проект реализовали сегодня. И поголовье поставили на откорм. Дать возможность уже затраты человека труда уменьшить. Сегодня полторы тысячи голов могут содержать затраты труда только двух человек, способные эти работы производить. Мелкий рогатый скот будет находиться на откорме четыре месяца. За это время его убойный вес увеличится до 20 килограммов. По мнению главы аграрного ведомства, такие комплексы решают множество вопросов в плане развития овцеводства, перерабатывающей отрасли и создают экспортный продукт. Благодаря вот таким площадкам, которые мы сегодня открываем, мы можем рационально использовать наши земельные ресурсы, не нагружать наши зимние пастбища и не нагружать наши летние пастбища. А в зимний период откармливать эффективными кормами, которые, скажем так, сбалансированы и позволяют нам на выходе получить больше от одной головы естественной привязки мяса и шерсти. Абзагир Гусейнов также добавил, что в настоящее время в Дагестане действует целый комплекс мер, которые позволяют овцеводческим хозяйствам пользоваться господдержкой. Это субсидирование миллиардных работ, что позволяет в несколько раз увеличить кормовую отдачу от одного гектара пастбища. Надо правильно выстраивать структуру организации, платить налоги, работать по-белому. Фактически уровень, скажем так, господдержки доходит в целом не ниже 45-50%. Примером такого простого и эффективного разведения животных воспользуются дагестанские фермеры. Господдержка станет дополнительным стимулом. Кроме того, здесь же в Сагратле в новом году планируется строительство модульного убойного цеха по производству колбас, а также организация еще одной откормочной площадки. Зумруд Гамидова, Даот Гасанов, телеканал ННТ, Гунипский район. В селении Тлерота состоялось открытие нового здания отдела полиции. Его возвели за два года. Полицейские получили удобные кабинеты и другие служебные помещения, а также тренажерный зал. В открытии отдела приняло участие начальник МВД России по СКФО Сергей Бачурин и министр внутренних дел Республики Абдурашид Магомедов. Старое здание отдела МВД было построено еще в прошлом веке и в распоряжении сотрудников имелись только 12 кабинетов. После торжественной части гости осмотрели здание. Первые посетители ознакомились с дежурной частью, рабочими кабинетами и другими служебными помещениями. Новое здание отвечает требованиям современных технологий. Здесь созданы комфортные условия для кинологов, а для содержания служебных собак отстроен варьер. Я считаю, что для нас это очень серьезное и знаковое мероприятие. Это уже восьмой типовой райотдел, который мы построили в республике за последние 7-8 лет. Я считаю, что это достаточно хорошие результаты, достаточно хорошее внимание Министерства внутренних дел, руководства Министерства внутренних дел Российской Федерации к нуждам наших сотрудников. А накануне прошел форум межконфессионального клуба «Дружный Кавказ» при поддержке Фонда исламской культуры, науки и образования. Межрегиональный этап был посвящен роли СМИ в вопросах гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Целью форума является пропаганда духовно-нравственных ценностей, демонстрация положительного образа Северного Кавказа. Форум студенческих лидеров собрал представителей студенческих и общественных организаций из разных регионов России. Проект, он именно с этой целью и задуман, чтобы вот эти молодые ребята, которые показали наилучшие результаты, смогли уже себя проявить в профессиональной сфере. Соответственно, мы рассчитываем на то, что какие-то международные издания или же наши общероссийские издания обратят на них внимание, привлекут их к своей деятельности. И миссия вообще проекта – раскрыть истинные ценности ислама. Сегодняшнее наше мероприятие, оно проходит именно в рамках мероприятия, которое организовано Координационным центром мусульман Северного Кавказа. И основной целью данного мероприятия является поиск молодых людей, талантливых людей, которые завтра смогут представить ислам, представить мусульман России с положительной стороны, сформировать положительный образ ислама, положительный образ мусульман Северного Кавказа. Сильнейших школьников республики наградили в Дагестанском государственном техническом университете. В текущем году формат проведения вузовских олимпиад усовершенствовали и разделили на два этапа. Так, отборочный тур проводился дистанционно в формате онлайн. По каждому из предметов были предложены 20 заданий. Отметим, что победы в олимпиадах дадут ребятам возможность получить дополнительные баллы при поступлении в университет. Все чаще российские спортсмены уезжают из страны и продолжают свою карьеру за границей. Но сейчас речь идет о спортсмене, который всю свою спортивную, профессиональную карьеру выступал под флагом Российской Федерации. Семикратный чемпион мира по тайскому боксу Рамазан Рамазанов делится своим боксерским опытом с австралийцами. Один из самых узнаваемых тайских боксеров мира по приглашению друзей из Австралии приехал в город Мельбурн. Было время, когда Рамазан Рамазанов выступал на профессиональном ринге в этой стране. И сейчас россиянин приехал с одной лишь целью – поделиться опытом с австралийскими спортсменами. Мастер-класс Рамазан провел в зале Хаммерс Джим. На тренировке присутствовал и ривердес, борец Глори. У меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин